доброго всем хорошего солнечного дня посмотрите сегодня какой выдался хороший денечек солнышко замечательно а мы сегодня с вами знаете что приготовим чебуреки сейчас быстро сделаем тесто она постоит полчасика и начнем приготавливать вот так мои хорошие мы сейчас с вами приготовим фарш я взяла 600 грамм свининки фарш свининки вот и сюда добавила столько же лука на мясорубке перекрутила лук и добавила сюда тоже 600 грамм один к одному делается это для сочности наших чебуреков будущих сейчас я это посолю значит сколько мне надо соли значит получается у нас здесь кило двести но это где-то столовая ложка у меня соль со специями вот я беру столовую ложечку и вот так солю соль со специями меня кто какие любит у меня куркума перчик душистый перчик черный немножко беру паприки любимые специи поэтому некоторые просто черный перец и соль на любителя вы знаете и еще я всегда добавляю немножечко зелени укропа для более такого интересного вкуса наших чебуреков сразу аромат такой пошел укропчик со специями соединился замечательно и вот этому фаршику нашей начиночки для чебуреков я дам настояться где-то с полчасика как раз я сделаю сейчас тесто и оно тоже будет у меня стоять где-то отдыхать подходить немножко где-то полчасика и замечательно потом начнем и все приготавливать наши чебуреки и обжаривать их будем в большом количестве масла сейчас будем делать тесто это я отправлю в холодильник настаивать забыла вам сказать что мясо конечно же берите какое там у вас говядина или маслянинка берите пожалуйста пожирнее потому что и способом мяса не такие вкусные получаются чебуреки как мясо которое такое жирком делаем тесто значит на килограмм муки я просеяла муку мы возьмем 500 литров воды вода где-то 50 60 градусов такая достаточно хорошо теплая вода и сюда мы в эту воду возьмем чайную ложку соли просто чайную ложечку соли размешаем и будем добавлять муку и еще мы сюда в наше тесто добавим 50 миллилитров масла масло берите хорошее или лучше даже оливковое взять ну все добавляю я сейчас муку постепенно и буду замешивать тесто никаких яиц просто обыкновенное пресное можно сказать тесто так сейчас я муку сюда добавлю постепенно потом когда буду добавлять масло я вам покажу значит когда мы с вами вот так до такого состояния сделали тесто мы уливаем 50 миллилитров масла в данном случае у меня оливковое и я его сюда в тесто завожу так сейчас еще немножечко добавляю нашей муки у нас еще есть мука вот так вот таким получается наше тесто сейчас мы его хорошо вымесим и поставим немножечко подходить вот так мы сейчас все скатаем колобочек колобочек так вот такой колобочек поставим где-то ну на полчасика чтобы оно немножко подошло у нас потуже и вот так чтобы оно плотненькое было тесто наше постояло полчасика и сейчас мы из такого большого вот колобочка сделаем маленькие колобочки разделим его на части сейчас мы сделаем такой рулончик из него и разделим так вот так мы слаживаем сначала на половиночку я раскатала вот на 20 таких шариков и сейчас буду делать вот такие лепешки наполнять их нашим фаршем сейчас я вам все все покажу эти накрываем чтобы они у нас не заветривались вот так делаем просто вот такие лепешки раскатываем значит из наших шариков мы раскатываем вот такие лепешки и наполняем их фаршем где-то по столовой ложечке вот по столовой ложечке вот так размазываем и сейчас я сюда добавляю еще вот я оттаял у меня немножко понемногу ложу это у меня замороженный говяжий бульон я добавляю его сюда для сочности вот так потом вилочкой закрепляем все это нужно и знаете специальные такие колесики у меня нет она куда-то задевалась в общем вот так я делаю так я закрепляю вот такой у меня получается чебурек и когда я их наделаю ну штучек 5 6 я сразу их выношу на холод чтобы они были на холоде у меня потом уже буду жарить вот так и следующий у меня идет колобок вот следующий колобок опять я сейчас наделаю и покажу вам тогда быстренько мы их пережарим но зато они будут сочные это за счет того что у нас очень много лука добавлено в наш фарш и вот говяжий бульон я откалываю и кладу тоже очень хорошо для сочных еще вот так на тарелочку еще еще один положу и на холод и потом половину когда я сделаю мы их прожарим славные румяные где-то 4 минуты они у нас прожаривается они будут очень сочные я разломлю покажу вам у нас получаются вот первую партию я сейчас только пережарила уже один съела очень вкусный бесподобный сейчас они подаст и я разломлю и покажу каковы они внутри чудесные чебуреки дорогие мои чебуреки наши готовы чудесные замечательные чебуреки вот я беру чебурек смотрите и сейчас я его разломлю покажу вам посмотрите какие они сочные на этом дорогие мои я говорю вам до свидания всего вам доброго приготавливайте такие прекрасные чебуреки всего вам самого-самого хорошего всего вам доброго пока пока мои дорогие